Шорт Парисов слушали уже? Нет, не слушали, а Шорт Парисов выпустили что-то новое? Это интересно, если что-то новое выпустили. Это интересно, интересно. Так, ну давайте послушаем. Вокал напоминает чуть притянутый вверх по тональности вокал Burry Tomorrow. То есть его подача вот такая же полубулькающая, но сам тон чуть повыше, он не такой низкий. Ну а по сути да, по сути да, стандартная тема для мышей. Абсолютно стандартнейшая тема для мышей вот с это. То есть нормально, рефак, рефак вот этот стандартнейший. Я думал уже все так разучились играть, именно разучились играть, блин, в терцию, в две гитары. И я думал, типа, я раньше думал, что это сугубо удел мелодетового гитаризма, играть вот именно в две дорожки в терцию. Потом я уже увидел, что, услышал, что даже в мелодете такую ерунду не играют. И тут, блин, бац, прилетел откуда не ждали. Не, нормально, а я, если бы вот вживую такое поиграть, попрыгать вот такое вживую. Для не шарящих очень легко. Сейчас, секунду. Сейчас, 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 сейчас. Вот, вот тот момент. Получается, две гитары, да, играют один и тот же рисунок с разницей в, короче, в терцию, да, это получается малая-большая, короче, короче, в немножко, играют один и тот же рисунок, но начиная с разной ноты, создавая аккорд такой, да, создавая, не аккорд, а этот, интервал такой мелодический. То есть, они делают такой объемный мелодический рисунок, играя технически одно и то же. Это если совсем на пальцах объяснять. Да, так у буллетов прописано, так пишут, пишут многие мелодет эти, исполнители. Но на практике, вот если вот ты сейчас вот послушаешь внимательно, вот сейчас. Одна гитара играет на деревне. То есть, на вот этом вот кусочке было такое, как расхождение, знаешь, по мелодизму между двумя гитарами. И потом они обратно сошлись играть тупо одно и то же нота в ноту. Полифония называется... Ну, да, 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 да. То есть, в общих чертах это называется полифонией, да. Ну вот, в целом нормально. При том, что, как бы, стандартный вот этот мелодический рефак, стандартные решения по вокалу, по припеву. Нормас. Тоже нормас. Вот серьезно, послушал, послушал бы такое вживую, получил бы, грубо говоря, удовольствие чисто попрыгать, побегать и потолкаться в толпе. Сейчас, просто мне интересно. Фу. Давай, изобразим. Я же так думаю, самое главное, мы послушали, что хотели. А ну вот это так и будет все, вот это вот звучать, как это акустический кавер непонятно на кого, вот это под двором, вот это. Причем звучит как The Best of You, блин. Только хуже. Короче, я не знаю, как у вас, ребят, но у меня реально склад... Я вижу в этом какую-то странную тенденцию. Делать 2-3 сегмента одинаковых, потом на финал делать что-то разнообразное. Мне просто интересно узнать, кто первый это придумал и почему все остальные популярные артисты решили, что это хорошо. То есть типа ты реально сидишь вот это, спишь две минуты, вот так. Сидишь, спишь, ждешь, даже не ждешь, уже ничего не ждешь. А тут включается, ты такой, о, пойду куплю-ка я этот альбом, потому что вовремя проснулся. Я просто к тому, что вот мы слушали гиперпопой обмазываться не будем, не, не. Я про то, что у Тейлор Свифт была подобная хрень. Была подобная хрень еще у некоторых современных ребят, которые, я вот не вспомню их название, что затягивают до последнего, а потом в конце делают какой-то динамичный припев и все, и на этом закругляют трек. То есть про Foo Fighters то, что нужно было заканчиваться еще раньше, это как бы по умолчанию. Просто такое вот не только у Foo Fighters прослеживается в структуре. Не, ну что, по крайней мере, анимацию нарисовали прикольно. Вообще ни один не порадовал ничем, к сожалению. Так, так. Ну правильно, три минуты. Три минуты жди непонятно чего. Потом сейчас будет вот это вот, сейчас будет какой-то бридж и все. Вообще в нормальных я поймался на мысли, что нормальные песни 20-десятилетней давности так начинались примерно. То есть идет там, допустим, интроакустическая, да, на каких-то аккордах, которая там спела бы припевную линию, и потом вот так вот начинается трек. Это начало должно было быть. Это было бы монотонно, но даже, вот знаешь, если мы говорим вот снизу вверх по базовой структуре, то есть как бы динамичную трек, увы, не сделан. Увы, не сделан. Печаль печальная, но, по крайней мере, мы это послушали и будем примерно в курсе. И будем примерно в курсе, по крайней мере, по крайней мере, будет, будет, будет чем открыть трэш-сезон 2021. Шейм-шейм им было еще нечеток. Вот мне вот уже, уже с этого, с песни шейм-шейм уже начало попахивать. Попахивать, причем не свежим. Субтитры сделал DimaTorzok